Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон и добро пожаловать в GTA, лайк если рады и если честно я очень соскучился по этой игре, но вы меня спросите, Эдисон, если ты соскучился по этой игре, то почему же GTA, Rocket League и другие игры, которые ты раньше проходил, не выходили около полтора месяца, да, то есть полтора-два месяца почему-то не выходила GTA 5 А сейчас ты возвращаешься и говоришь, что мол, я соскучился по этой игре, а многие меня спрашивали, многие меня доставали, многие меня обзывали, многие меня еще что-то там делали и спрашивали, Эдисон, где GTA 5, я отпишусь если не будет GTA 5, Эдисон, давай GTA 5, почему нету GTA 5, уже там лайки добрались Я уже много раз повторял, но может просто-напросто не все услышали, но сейчас я разъясню всю вам ситуацию, почему не было GTA, будет ли GTA и нужно ли продолжать вообще играть в GTA, а в это время мы просто-напросто покатаемся по городу, потому что проще вот так кататься и что-то говорить Начнем с того, чтобы сразу, сразу запилить самую большую точку в этой ситуации 30 июля у меня стыбзили аккаунт Steam Все игры, стыбзили все вещи, которые у меня были в CS GO, там ножи азимовые больше, чем на 10 тысяч рублей Ну, то есть я так подумал, ладно, там азимовые ножи это одно, то есть 10 тысяч рублей или там чуть больше, ну ладно, это одно, но я так подумал А что я буду делать с GTA 5, что я буду делать с Rocket League, что я буду делать с ими подписчиками, кому нравятся эти игры Я, ребята, честное слово, растерялся, я сразу побежал на форумы, сразу же побежал в суппорты, сразу же начал писать, мол, украли аккаунт, мол, верните, я там предоставил все доказательства Но в тот момент с тем суппортом, с самим стимом творилась полная жопа К чему я веду? В то время, в то время как раз проходил The International 5 В то время, в 27 июля произошла глобальная хакерская атака на стим Кто не знает, 27 июля был какой-то баг в стиме, с помощью которого можно было украсть любой аккаунт И, наверное, мой аккаунт попался в тот список, список украденных аккаунтов И вот, наверное, вот так его стыбзили Или просто-напросто я нажал на какую-то случайную ссылку Поэтому, дети, вот вам урок, никогда, еще раз повторюсь, никогда в жизни не нажимайте на левые ссылки В жопу посылайте тех, кто говорит или пишет в комментариях Вообще в любой, на любом сайте, в жопу посылайте тех, кто пишет Хочешь бесплатную пушку в CS GO? Нажми сюда Вот бесплатные раздачи игр? Нажми сюда Хочешь зарабатывать миллион рублей в месяц? Нажми сюда Хочешь еще что-то? Нажми сюда, я там раздаю свои вещи в CS GO Хочешь попасть на раздачу? Нажми сюда Ребята, никогда Как говорится, бесплатный сыр только в мешаловке Вы никогда не получите бесплатные шмотки, которые стоят там 10-20 тысяч рублей Вы думаете, что вы когда-то выиграете в этой раздаче в каких-то группах в CS GO Которые там, поставь лайк, подпишись на нашу группу Репостни эту запись И мы там в понедельник разыграем М9 зубтигра статтрек Прямо из завода за 40 тысяч рублей И они отдадут какому-то, может, 10-летнему школьнику Еще кому-то Да хрена они это отдадут Так же, как и все другие конкурсы, которые в мире существуют Вы репостите вот эти все записи Они попадают в топ, они на этом поднимают большущие деньги И вы с этого ни хрена не получите Даже если они кому-то это разыграют Даже если они кому-то вот это все выдадут Ребята, они дают это подставным людям Своим же людям, которые как будто выиграли в конкурсе Вы никогда в этом не выиграете Но, ребята, сейчас дело не в этом Никогда просто-напросто не нажимайте левые ссылки Вы, если честно, просто-напросто на этом лоханетесь Так же, наверное, как и я лохолнулся Может, я тоже иногда где-то, где-то Может, случайно нажал Может, я там 3 часа ночи сидел Какая-то ссылка А, ну, давайте нажмем Нажал, а, что это за шил? Зашилка Ссылка А, все вроде нормально И вот через пару дней, когда вот эти все пробили Ага, мол, там где-то какой-то лох нажал На вот эту ссылку Собрали мой аккаунт Поэтому, ребята, может, это так было Но вернемся к тому, что 30 июля У меня все-таки украли аккаунт Мне поддержка ответила только в эту прошлую пятницу Если сейчас вторник То понедельник, воскресенье, суббота И в пятницу, прошлую пятницу Они мне ответили Они мне отвечали больше, чем 35, мать его, дней Как работает стим-поддержка? Я им написал 35 июля Они мне ответили пару дней назад Нет, какого 35 июля? То есть Ты охренеть Я им написал 30 июля Они мне... Вот, вот что я хотел сказать Я написал 30 июля Они мне ответили там 5 или несколько дней назад 35 дней Или 36 Они мне отвечали Охренеть просто И вот только сейчас я записываю GTA 5 Потому что наконец-то вернули мой аккаунт Это, ребята, просто жопа, если честно И только вот сейчас, когда я мог зайти Только вот сейчас, когда я могу записать серию Потому что только сейчас мне вернули мой аккаунт Ребята, я прошу прям Большущий... Прям извиняюсь, не знаю как Потому что, ну, вы меня тоже поймите Я не мог Я не мог записывать GTA 5 никак Я, конечно, мог скачать Ту же Пиратку Но на пиратке у меня нету сохранения с этой GTA 5 Что вы мне предлагаете? Заново проходить GTA 5 А потом, когда мне опять вернули GTA 5 И стим-аккаунт мне потом перепроходить Та 5 перепроходить на своем же аккаунте Это бред Поэтому, ребята И в то же время я просто-напросто был Ну, никакой Ох, украли стим-аккаунт Я не хочу вообще сейчас ни во что играть Мне, если честно, уже похрен Украли стим-аккаунт Я уже больше, если честно, не хочу ни во что сейчас играть Поэтому я, наверное, играл только в Minecraft Но сейчас я так подумал Ну, ладно Мне вернули стим-аккаунт Ладно, я могу вернуть рубрики Rocket League Которые прям много любили в то время Когда я записывал Rocket League полтора месяца назад Rocket League благодаря вам набирал больше лайков, мать его, чем сам Pixelmon То есть Rocket League вам уже начал больше нравиться, чем сам Pixelmon Это просто охренеть И что самое главное, GTA вам тоже начало нравиться Мы набирали по 600-700 лайков И это, если честно, очень и очень и очень много И как раз в тот момент, когда мы начали набирать много лайков У меня, как назло, украли стим-аккаунт И всё И мы уже больше не набираем, потому что у меня украли стим-аккаунт Поэтому сейчас, ребята, я задаюсь таким вопросом Ладно, ладно, мне вернули аккаунт Ладно, я могу дальше продолжать записывать GTA 5 Rocket League и другие игры Но я себя спрашиваю А есть ли смысл? То есть, есть ли смысл вот это всё возвращать? Нужно ли вам вот это? Многие люди, которые меня смотрели только из-за GTA 5 Из-за Rocket League, может даже из-за третьего Ведьмака Из-за других игр, которые я проходил Наверное, уже давным-давно ушли Потому что, ну всё же, я же давно уже перестал снимать GTA 5 и другие игры Поэтому за это время люди просто-напросто могли уже, если честно, уйти Поэтому я сейчас, ребята, задаюсь вопросом Есть ли вообще смысл возвращаться к тому, чтобы продолжать проходить GTA 5? Если вы помните, мы там вроде остановились на какой-то там 41 серии нашего прохождения Вот сейчас, если, если всё-таки мы приступим, точнее продолжим наше прохождение То будет 42 серия Но я честно, ребята, я вот так подумал Я не знаю, есть ли смысл дальше играть в Rocket League Есть ли смысл дальше играть в GTA 5 Есть ли смысл вообще проходить дальше игры Если, наверное, те люди, которые меня смотрели не из-за Minecraft, а из-за вот этих игр Может уже даже давным-давно ушли Поэтому, ребята, честное слово, я сейчас не знаю, что делать Возвращаться к прохождению игр или нет, я не знаю, честное слово Потому что многие, наверное, уже просто забили или забыли на то, что я играл в другие игры И сейчас, может, им, если честно, это уже даже не нужно Потому что всё же это уже было давно Поэтому, ребята, честное слово, я не знаю, что сейчас делать Продолжать, не продолжать Наверное, всё-таки я предоставлю выбор вам Потому что я решать не буду Потому что кто-то хочет, кто-то не хочет Кто-то может кричать, мол, Эдисон, давай Кто-то может кричать, мол, Эдисон, не нужно Продолжай играть только в Minecraft Поэтому, ребята, я так могу просто-напросто Сам запутаться Поэтому, ребята, я, наверное, всё-таки предоставлю выбор вам Если вы хотите Если вы хотите Чтобы мы дальше Проходили вот сейчас Хоть прям, если хотите новую серию GTA V Завтра, хоть даже завтра Или просто-напросто Хотите Rocket League завтра Или даже Третий Ведьмак, мне кажется, уже давно никому не интересен Поэтому, наверное, Третий Ведьмак нет Или просто-напросто Да хоть что, честное слово Хоть какую-то другую игру Если вы хотите, чтобы мы всё-таки продолжали То, ребята, давайте хотя бы на вот этом видео наберём 800 лайков Я не выпрашиваю лайки Мне просто, честное слово, ребята, поймите Мне нужно знать Если на вот этой серии GTA V наберётся 200-300 лайков То, мне кажется, нету большого смысла Дальше продолжать играть в тоже GTA V И, в принципе, дальше Вот, у них вина себе авария И дальше вообще продолжать Проходить какие-то другие игры Да, то есть, мне кажется, в этом смысла не будет Потому что, в принципе, будет мало Зрителей, которые будут вот это смотреть Но если мы наберём хотя бы 800 лайков На вот этом На вот этом видео На вот этой серии GTA V То я пойму, что всё-таки Ещё остались люди, которым нравится GTA V Которые также продолжают ждать Какое-то прохождение других игр Rocket League Это, ребята, не видео только о GTA V Я просто играю сейчас в GTA V Потому что мне проще играть Чем я сейчас бы так просто сидел перед камерой И с вами разговаривал Так вы хотя бы можете что-то наблюдать Поэтому, ребята, это видео и о Rocket League И о GTA И о, в принципе, вообще всём-всём-всём Прохождение других игр Мне просто-напросто нужно знать Поэтому, ребята, я сейчас даже останавливаю машину Если вы соскучились по Rocket League GTA V И вообще любому-другому прохождению Любой игры, которую вы хотите Поставьте лайк Если мы наберём 800 лайков Я вам даю зуб Честное слово, если мы сегодня наберём 800 лайков Я завтра же выпущу новую серию Minecraft Там Pixelmon или что-то другое И завтра же выпущу новую серию GTA V И послезавтра я выпущу новую серию Rocket League Я вам даю зуб Если я завтра не выпущу GTA V И послезавтра Rocket League Если мы наберём 800 лайков на вот этом видео Я на камере Вот этим, как это называется Ну, короче, какими-то щупальцами Вырву себе зуб прямо на камеру Я вам, ребята, честное слово даю Поэтому всё же Хотите новые серии Хотите продолжения Ставьте лайки Как видите, ребята, я не решаю всё сам Я всегда даю слово своим подписчикам Я всегда прислушиваюсь к мнению подписчиков Я всегда общаюсь с подписчиками Я всегда просто-напросто Выслушиваю то, что интересно подписчикам Если подписчики этого не хотят Значит, я не буду это снимать Если всё же вы соскучились по где-то опять и другим играм Я буду это снимать Потому что я буду снимать это ради вас Поэтому, ребята, больше я тянуть не буду Наверное, я на этом буду заканчивать это видео Мне просто-напросто хочется узнать Хотите ли вы или нет Всё же, если до конца этого дня Мы наберём 800 лайков на вот этом видео Завтра, послезавтра Rocket League, GTA И просто-напросто мы продолжим прохождение игр Если мы наберём там 200-300 лайков Я всё пойму GTA не нужно Ничего не нужно Просто хотите продолжение Майнкрафта Больше игр мы проходить не будем Поэтому, ребята, выбор Или одно, или другое На этом мы заканчиваем, ребята Я больше ничего не буду говорить Ставьте лайки Только для того Хотите ли вы или нет И, наверное, также Пишите в комментарии Я читаю прям каждый-каждый-каждый ваш комментарий Мне будет интересно Прочитать ваше мнение Хотите ли вы продолжение или нет Напишите в комментарии Почему вы хотите То есть, мол, Эдисон, я хочу Потому что это интересно Бла-бла-бла-бла-бла Или нет Я не хочу, Эдисон Давай лучше Майнкрафт GTA уже не нужно Ладно, украли аккаунт Это уже устарело Не нужно Как хотите Выбор за вами Я сейчас, ребята, ничего не решаю Выберите то число подписчиков Если, например, подписчики разделятся 60% за, 40% против То значит будем за Но те 40% пускай не обижаются Потому что для них Также будет выходить Майнкрафт Как они любят Если я опять начну снимать GTA 5 и другие игры Это не значит, что я перестану снимать Майнкрафт Поэтому, ребята, выбор за вами Мы заканчиваем Всем спасибо за просмотр Решаем, да или нет Всем удачи И всем пока